Вселенная однородна и скорость света – постоянная величина. Именно эти два постулата являются фундаментом специальной и общей теории относительности Эйнштейна. Весь мир знает, что Альберт Эйнштейн – нобелевский лауреат, и мало кто сомневается в том, что эту премию он получил за создание специальной и общей теории относительности. Французский математик и физик Жюль Анри Пуанкаре и голландский физик Хендрик Антон Лоренц – эти двое ученых в течение нескольких лет совместно работали над созданием общей теории относительности. Именно Пуанкаре выдвинул постулат «Куб однородности Вселенной» и постулат о скорости света. А Лоренц вывел знаменитые формулы. Немецкий физик еврейского происхождения Альберт Эйнштейн, работая в патентном бюро, имел доступ к их научным работам и решил назвать новую теорию своим именем. Он даже сохранил в своих теориях относительности имя Лоренца. Основные математические формулы в его теории носят название преобразования Лоренца. Но Эйнштейн не уточняет, какое отношение к этим формулам он имеет сам. А имя Пуанкаре, которое выдвинул постулаты, не упоминает вообще. Сам Пуанкаре за 5 лет до Гильберта в 895 году опубликовал теорию относительности, за 10 лет до Эйнштейна. И Эйнштейн прочитал работу Пуанкаре и добавил недостающие в ней формулы. И это и есть работа Эйнштейна 1905 года, но в ней нет ссылки на Пуанкаре. Ссылка Эйнштейна на Пуанкаре появилась в 1940-м, по-моему, или даже позже году, когда он стал вспоминать историю, как это было. И говорил, конечно, я очень сильно использовал Пуанкаре, но почему-то по молодости лет не процитировал. Плагиата по простому воровству Эйнштейна и скандал разразившийся вокруг этой теории не позволили Нобелевскому комитету выдать ему премию. Выход нашли очень простой. Эйнштейну присудили Нобелевскую премию за открытие второго закона фотоэффекта. Русский физик Столетов Александр Григорьевич, годы жизни 1830-1896, открывший сам фотоэффект, никакой премии не получил, в то время как Эйнштейна наградили за изучение второго закона фотоэффекта. Нобелевский комитет, видно, посчитал, что две Нобелевские премии для одного открытия многовато и решил выдать только одну, гениальному ученому Альберту Эйнштейну. А то, что само открытие сделал русский физик Столетов, это уже мелочи, на которые не стоит обращать внимания. Таким образом был создан образ гения всех времен и народов, и теперь практически любой человек уверен, что Нобелевскую премию Альберт Эйнштейн получил за свои великие специальную и общую теорию относительности. Скорость света постоянно является константой и максимальной скоростью движения материи во Вселенной и равна 300 тысячам километров в секунду. Без этого условия преобразования Лоренца превращаются в бессмыслицу, так как при скорости движения материи и даже света со скоростью больше, чем 300 тысяч километров в секунду, согласно этим уравнениям, даже масса фотона становится бесконечной. В 2000 году доктором наук Лю Джин Ванг в исследовательском институте в Принстоне был проведен следующий эксперимент. Световые импульсы пропускались через емкость, наполненную специально обработанным газом цезия. Скорость световых импульсов оказалась в 300 раз больше, чем допустимая скорость из преобразования Лоренца, то есть достигала 90 миллионов километров в секунду. В том же году в Италии другая группа физиков из Итальянского национального совета по исследованиям в своих экспериментах с микроволнами получила скорость распространения их на 25% больше или почти 400 тысяч километров в секунду, чем допустимая скорость по Альберту Эйнштейну. Из преобразования Лоренца следует, что если скорость света или другого материального объекта хотя бы на 1 миллиметр в секунду превысит скорость в 300 тысяч километров в секунду, масса станет бесконечной. Другими словами, в приведенных выше экспериментах масса фотонов и микроволн должна быть больше массы любой черной дыры, и согласно этим формулам наша планета должна была бы сама превратиться в суперчерную дыру. Это то, что следует из формул теории Эйнштейна. И несмотря на это во всем мире продолжают изучать и в школах, и в институтах с университетами теории Альберта Эйнштейна как теории, отражающие реальность. Запущенный оттуда пучок элементарных частиц нейтрино неожиданно для самих испытателей превысил значение скорости света, чего, согласно все тому же Эйнштейну и современным представлениям об устройстве Вселенной, просто быть не может. А вдруг все-таки можно обогнать свет и отправиться в прошлое? А теперь вот экспериментаторы взяли и расшатали устои привычного мира. Шутка ли, они разогнали пучок нейтрино так, что элементарные частицы в нарушении всех правил современной науки превысили допустимый предел скорости. Специальная теория относительности Эйнштейна гласит, что никто и ничто не может двигаться быстрее света. Величина его скорости заложена в формуле эквивалентности массы и энергии, известной каждому сантехнику, Е равняется МС квадрат. На этой формуле строится стандартная модель мироздания, а физики эсцерна поставили ее под сомнением. Настолько неожиданно, настолько удивительный результат, что если он окажется правильным и подтвержденным, то это будет революция физики. Объяснить явление, приняв его за истину, никто пока не берется, поскольку полученный эффект явно противоречит общепринятой теории. Если Эйнштейн не прав, придется менять представление обо всем на свете, от большого взрыва до черных дыр. По теории Эйнштейна, частицы не могут двигаться быстрее скорости света. На этом строятся наши представления о времени и пространстве. И если получены другие результаты, то значит, реальность устроена совсем не так, как мы предполагали. Теперь есть шансы, что теорию относительности Эйнштейна, простоявшую сто лет, придется переписать. Создатель специальной и общей теории относительности, как и стоящие за ним, с самого начала знали о том, что эти теории не отражают действительность даже частично. Всему человечеству были навязаны ложные или неполные представления о природе Вселенной. В результате чего, пребывая в невежестве, земная цивилизация пошла по ложному пути, в конечном итоге ведущему к самоуничтожению.